И относительно следующего вопроса на что я хотел сегодня остановиться какая мысль у меня сегодня была очень мне кажется этот момент знаменательный вот как вы видите выращивание вешенки в мусорных мешках некоторым грибоводам я советую они говорят а есть у вас мешки? я говорю, да возьмите мусорные выращивать да нет, да как-то я бы хотел взять хорошие мешки для грибов что-то не в мусорных как-то некрасиво выращивать в мусорных мешках ну возможно он в чем-то прав это не обязательно я не скажу что нужно переходить именно на мусорно-мешочное выращивание но есть моменты, когда не хочется выкладывать там какую-то большую сумму 50 или 100 килограмм полиэтилена можно обойтись вот таким вариантом чтобы производство не останавливалось в дальнейшем это уже возможно скорее всего все-таки удобно в стандартные мешки это все паковать но вопрос совсем другом на чем я хотел остановиться и обратить ваше внимание именно на знаменательности этого момента выращивания вот этих выращивания вот вешенки именно в мусорных мешках по сути это дело вот эта вешенка это вроде бы как она действительно как-то есть выращивание денег из мусора потому что сырьем для производства вот этих грибных блоков является что? является солома а по факту она в большинстве случаев никому ни для чего не нужна комбайны сейчас оснащены специальным приспособлением для того чтобы они сжигать солому нельзя значит для этого они эту солому размалывают в пыль как-то и вот и раздувают ее просто что ее не видно то есть распыляют ее в воздухе потому что это мусор он никому не нужен и нигде сейчас даже не заготовляют даже в деревнях то есть закончилась эта эра заготовления вот этой соломы это по факту мусор который в сезон покупается просто за стоимость тюкования то есть за это сырье даже платить не нужно и по сути дела получается выращивание вешенки это выращивание вроде бы грибов и как-то денег фактически из мусора поэтому очень так знаменательно то что они еще ко всему этому растут в мусорных пешках Продолжение следует...